Сегодня в зале суда подсудимые и потерпевшие сидят рядом. В разговоре признаются, друг другу нет претензий. Хотя еще месяц назад они были совсем другого мнения. Все началось с того, что к 29-летнему обвиняемому пришел племянник. Он обмолвился, что друг продолжительное время не отдает долг в 20 тысяч рублей. Подсудимый предлагает своему племяннику наказать горе-должника. Они вместе назначают ему встречу в определенном месте. И, угрожая пневматическим пистолетом, обвиняемый похищает потерпевшего. Молодого человека отвозят в квартиру к племяннику, где требуют уже не 20, а 40 тысяч рублей. Когда он соглашается на все условия, то отпускают домой. Но вместо этого потерпевший идет писать заявление в полицию. Инициаторы преступления задерживают спустя несколько часов. На следующий день его помещают под домашний арест. А на каком наказании тогда настаиваете? На условном сроке. На условном сроке, то больничный разрешение. Сегодня в Центральном районном суде состоялось первое заседание по делу. Адвокат подсудимого настаивает, пока нет окончательного вердикта, оставить его подзащитного под домашним арестом, а также разрешить гулять. По полчаса, утром с 10 часов, вечернее время с 17 часов. К доводам защиты судья Центрального района прислушивается. Подсудимому продлевают домашний арест, а также разрешают выходить на улицу. Следующее заседание намечено на 24 апреля. За похищение человека с применением оружия может грозить до пяти лет тюрьмы. Анонимых Георгий Бурлуцкий, Новости дня.